Вы действительно планируете получить награду, да? Ну хорошо, тогда будем разбираться с дизайном презентации. Дизайн презентации должен разрабатываться дизайнером, либо в презентации не должно быть дизайна вообще. Нет ничего хуже. Презентации оформлены непрофессионально и изобиливающие бессмысленными анимационными эффектами и... картинками, взятыми с первой страницы поиска гугла по картинкам. Гугл – это не место для поиска иллюстрации для презентации. В самом крайнем случае можно использовать вот раз, два, три, четыре вот эти сайты. Ну еще два десятка есть, но это самое хорошее. Не стоит оформлять презентацию в своем корпоративном стиле. В особенности, если вы подаете на конкурс несколько своих презентаций. Логотипа на титульном или последнем листе вполне хватит. В случае приступа особого эстетства можно оформить презентацию в корпоративном стиле самого конкурса. Ну, если, конечно, у конкурса есть корпоративный стиль. Иллюстрирование, фестивальные или конкурсные презентации не имеет права быть абстрактным. По мере возможности оформляйте работу графика изнутри самого проекта. Если вы делали этот проект, значит у вас должно быть чем его оформить. Если проект не подразумевал графической составляющей, можно использовать небольшое количество тематического иллюстратива. Но только в том случае, когда он будет подчеркивать какую-то идею, которую вы излагаете в презентации. Избегайте визуальных клише. Лошадь, скачущую на двух ногах, и стандартных счастливых или расстроенных американцев определенно точно все члены жюри видели уже тысячу раз. Инфографика – это высший пилотаж. Но только считанные дизайнеры умеют делать хорошую инфографику. И большинство из них прекрасно рисуют качественные иллюстрации в векторе. Нет ничего приятнее хорошей, понятной и читаемой инфограммы в презентации. И нет ничего ужаснее, чем инфограмма бездарная. Запомните, инфографика стоит дорого. Если вы не готовы вкладывать в инфографику, лучше не делайте инфографику. Простота хуже воровства. Не показывайте в презентации белых страниц с многозначительными предложениями по одному на страницу. Если нечего показать, включайте креатив. Нарисуйте мультфильм о проекте. Сделайте специальную фотосессию. Закажите несколько картинок хорошему иллюстратору. Если нечего рассказать, покажите цифры. Покажите изнанку из-за кулисы проекта, но не больше двух слайдов. По мере возможности покажите, сколько вы потратили на проект. Сколько человек работало над проектом. Продавайте. Беззастенчиво продавайте. Продавайте не себя, а проект. И не сам проект, а результат этого проекта. Нет результата. Выдумайте. Вам помогут... Я перезвоню. А еще на работе подъедите, позвони. И не забывайте. Если у вас нет яркого результата, завораживающего процесса и креативной презентации, вам помогут только умилительные коты. Умилительный кот – ключ к коммерческому успеху любой презентации. Значит, снова будут в моде теплые коты. Будем гладить всех мурчащих, теплых, сонных, настоящих. Запустая руки в меховые... Продолжение следует... Спасибо.